В общем, ребят, стоп-старт сделал, сейчас у вас появлюсь часы, отойду на минутку и уже начнется матч, я думаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему я не слышу ни одного звука? Ставить ставки или нет, это ваша проблема, ребята. Забыл двухрублёву добавить, Севчацкий, спасибо тебе. Товарищи, спасибо. Так, что со звуком? А, понял. Все. Раз микшер работает, уши работают. Вот в чем дело. Я звук в Старкрафте вырубил. Теперь все ясно. Каз против Энигмы. Это Бо-5, ребятки. Я так полагаю, у нас плей-офф-то весь Бо-5, наверное. Не может быть, чтобы там Бо-3 было. Вот. Я уверен. Сейчас проверю для уверенности еще. Пристройка. Тут стопроцентный. Да, конечно, Бо-5. Плей-офф же. Опа. Только что какой-то тут прокси ставил Энигму. Пытался ставить прокси. Что это было, Старгейт или что-то еще. Я так и не увидел в итоге, пока проверял Бо-5 или нет. Но это полный провал, то, что Каз нашел это прокси. Ну, Каз сейчас тренируется и, в общем-то, как вы видите, успешно. Дарова, Кей. Опа, давно тебя-то не видел. Вот. Стоп-старт сделал. Стрим пошел. На Твич запилился там стрим или нет. Сейчас проверю на Team Liquid'е. Каз-пилон отменяет. Так, да, запилился вроде и туда стрим. Сейчас сам Твич проверю, работает ли. Здесь адептики ходят. Иллюзии. Ну, Каз к всему вроде готов. Завершено. Да, стрим идет, отлично. Я понял, все, я разобрался. Так, логотипы запилим сейчас. Неизвестный поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Баттл на тыч, иди проспись. Спасибо тебе, неизвестный. С Боттл Нэтчем все нормально. Куда-то он что-то там не туда, правда, послал. А вот и туда послал. Спасибо тебе большое. Вот. Боттл Нэтч. Боттл Нэтч эксперт водочных дел, судя по всему. Вот, ну. Если Илюха в ноябре приедет, на что я надеюсь, то всидим. Спасибо, да, все окей. Боттл Нэтч все есть, все работает. Так, здесь у нас дробчик летает. Прилетает. Как-то, одну минку дробать, где оверчаж-то? Нет оверчажа. Жах, бах, трях, минус 4 рабочих. Ну, вот, что называется, плохая реакция. Была бы реакция нормальная, и Мариков бы было тяжело дробнуть тирану. Почему? Потому что, ну, они тут. Под ударом были пилоны оверчаж. Вот сейчас, может, на мейн будет опять дробнуться. Если Касс соберется вот здесь вылететь, то потерпит в катастрофу его медивак. Ну, и так, сбивает Эникму. Ну, посмотрите, Касс. Что Касс? У Касса больше рабочих, у Касса больше боевого. В этом весь Касс сейчас тренится, как бы, и по билдам. Четко достаточно отыгрывает, в общем-то, как вы видите. И все в порядке. Третья ЦС-ка пошла у Касса уже. Сейчас Марики и Танк. Эникму в третий Никс пытается выйти. Грейд пошел интересный такой. Не знаю, почему именно этот. Ну, нет, это все интересно. Это все, конечно, можно грамотно сделать с тираном. Правда, вот если тиран использует минки, а Касс явно их будет использовать, то тяжело очень. И чаш без сархонов тоже печаль, конечно. Сейчас, ребят, свет дам себе. Рубаю свет, все, отлично. Еще-то как-то темень надо визжен дать в комнату. Туман войны накрыл уже. Ну что же, вроде как третий Никс Энигма занял, но посмотрите, какая у него смешная армия. Ну, хотя у Касса тоже не гигантская. Ну, 58, 38, 20 лимита разница. Касс идет вперед. Да, Филды, да, время протянуть можно немножечко. Но если достаточно прироста, то ответ очевидный нету, чтобы это все дело... И дальше убивать у Касса уже здесь все прям штампуется по дичи. Сейчас Касс зайдет. Два Уверчажа нужно ставить. Уже быстрее ставят Энигма на Уверчажа. Что толку от Уверчажа? Если армия основная стоит, ничего не делаю. Так, Зилки прыгают на Чаже. Мариков несколько вырезает. Танщик законтролил Касс, но Энигма, кстати, отбивается. Здесь, я смотрю, и нормально все. Медиваки сбивают, вот смотрю, Энигма. Теряет право сталкеров на этом действии. Потому что им имморталы где-то сзади там опаздывают в бой. Но Энигма отбивается. Это уже как бы неплохо, в принципе. Но опять же, хромает макро. Хромает макро, у которого у Касса никогда не хромало. Особенно раньше оно просто ужасно диким было. И даже корейцы не могли все... Не все могли. Точнее, мало. Точнее, уже Кличко полетел. Я думаю, даже в какой-то момент у Касса такое макро было, что ни один корейцы даже так не играл. Просто контроль подставлял немножечко раньше. Вот. Сейчас, конечно, не так все жестко у Касса. Но, тем не менее, смотрите, как мастится. То есть, вроде как и Энигма отбивался. Вроде тоже третий Никсус есть. Но у Касса все раньше. Рабочих побольше. Продакшн жесткий. Все строится. Либераторы, Минки, Микс. Выход идет. И Медиваки 2 готовится дропаться сейчас. Короче говоря, Энигма только терпит, сидит. Только терпит пока что сидит. Касса 1 на 1. Вот еще бы вот, не знаю, я сколько смотрю, Касса, вот эта вот одна атака с одной инженерки грейды. Это, ну, не то что не работает. Это вот сейчас как-то, не знаю, две инженерки тиранам надо отыгрывать. Реально все крутые тираны так играют. То есть, если ты играешь одну инженерку, надо тайминговые выходы какие-то делать. Вот все. То есть, экономя там эти скудные ресурсы, делать атаку, которая будет плоды приносить. Потому что если ты играешь макро с одной инженерки, мое мнение сейчас как-то, ну, я не видел, что вообще нормальные игроки так именно играли. Так, Энигма просит паузу. Что случилось? Лагает что ли? Готтлнет сейчас все-таки что? Спорим на что? Ну, тут что спорить-то? Конечно же, очевидный фаворит есть. И я не вижу смысла спорить, короче. Понятно, что здесь Касс выиграет. Скорее всего. Ну, не буду, не буду, говорю, хоронить. Я не хороню Энигму, я надеюсь, как бы, на него. Но знаю, что у многих молодых проблемы с тренировками. Учиться надо, оказывается, он, во-первых, на опыте, во-вторых, он тренится сейчас очень-очень много начал. Спасибо, Боттлныч, там все окей, короче. Ну, что-то там, либо ты попутал, либо сообщение просто хотел отписать. Вот, потому что, ну, ну, ты понял, короче, почему. Не знаю, что там, в чем суть. В любом случае, все окей. В любом случае, все окей. В любом случае, все окей. Так, они как-то отбиваются тут еле-еле, КАС дропаются, КАС-хлоп атакуют. Здесь уже гигантская армия стоит, пытается КАС разводить. Ещё вот моё мнение, у КАС всегда была проблема, то что он маленькой группой какой-то контролит, и не вовремя армию. То есть можно, он бы в разы сильнее бы действовал в атаке, если бы вовремя Прот проводил. Вот сейчас уже нужно этим идти, то есть грамотный там какой-нибудь кореец, он бы уже шёл бы, и вот эта армия, как только бы пришла бы, Прот с ГГ написал. Почему кто занимает третью в этом месте, а ты занимаешь снизу, не надо армией бегать? Не, ну ты-то известный профессионал просто, эксперт чата Серёги Помика, с Гудгейма как бы. Тут столько регалий, что просто, ну, тут даже не отвертеться. Понятное дело, что тут игроки играют вообще, короче, левенькие. Ну, поэтому, ну, тут о чём говорить, в принципе. Чё-то их с собой сравниваешь. Так, Энигма на центре гуляет, пошёл на лом, Касс принимает бой, есть Либератора, есть Минки. Талкеры завлинкиваются сзади, Архоны стоят от Либераторов, терпят имморталы где-то тоже сзади. Ну так, неплохо, Энигма, я сказал, подрался, то есть ещё и бой финальный дал Кассу. Ему чё-то многовато, слишком Касса, правда, он забоялся, пытается улететь. Ройник Римс, привет, всем привет. Ну, так, улетел Касс, да, улетел, конечно же, Касс. 129, 68 по лимиту. Бегает Штайник, но всё-таки. Это конец. Ждём вторую игру. Бегает Штайник, но всё-таки. Бегает Штайник. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребята, мне тут стрелок отписал, что готов, в принципе, покомментировать сегодня немножечко. Евгений, привет тебе, если ты здесь, Жень. Продолжение следует... Почему бы и нет. Людям будет интересно. Продолжение следует... Ну что, ладно, пока же не пишет там, если отпишет, то покомментим, в принципе, а дальше видно будет. Пришел Enigma на разведку, что-то я молчу здесь по игре-то. Карта у нас... Мороз на 4 респа, карта очень такая крупная. Enigma не рискует, не ставит Nixus в первых, хотя на этой карте, в принципе, это актуально. Запиливает газ тирану, теряя при этом пробку. Нафиг, не надо ставить газ, теряя пробку. То есть 50 минералов потратил еще и газ там, 75. Тирану он особо и не помешает этот газ запиленный, да, как бы ничем. И рипер вперед летит. А что барак у нас вообще? Соплай блок, бараки, соплай блок. Упрутся, бараки еще не строятся из-за этого. Мазеркура нету, рипер уже на пути. Хищник сейчас вообще разваливать начнет. Вот. Пока стрелок еще не с вами. Сзади меня нет никаких стоек. Сзади меня диван. Сзади меня диван, который сегодня привезли. Который, как только будет время, я буду собирать, собственно говоря. Может быть, даже завтра, если будет время и желание. Тут надо часа 4, потому что, как бы, я с этим диваном не знаком. Может, конечно, и быстрее побыстрее. Одному тяжеловато, вдвоем попроще было бы, да, как бы. Вот. Ну, рипер одну пробу все лишь минуснул все равно. Ну, не факт, что завтра просто время будет. Поэтому посмотрим, что там-то как. Ух, ка, с риперами заковырял тут беднягу Энигму. Три пробки убил. Здесь адепт Гиллиончика отгоняет. Сразу как раз газ на мэне выбивает. Какой-нибудь парабам? Пока что Энигма в плюсе, но это пока, что дальше будет. Вообще непонятно. Тем более, здесь минка маленькая собирается передроб быть. А, мне на сражение написал 18-36, а я 19-17 только ответил. Я не видел за скайпом, не следил, если честно, я в пенчик играл. Вот. Так что, такие дела. Как не заметил. Дробчик на мэн. Готов ли Энигма отбиться здесь нормально. Потеря на адепт. Конечно, лучше пробку в такой ситуации, чем адепта подставить под удар. Еще один уверчаж выставляется. Вот что значит пилона не иметь здесь по центру. В итоге просто гигантский напряг по всем направлениям идет. Там минка на фторбайсе живет. Ресурсов у просто куба нет, чтобы это все нормально отбить. В итоге четырьмя мариками просто касс напрягает Энигму очень жестко. С пробкой вынужден отбиваться. Здесь минка жахнула, пять пробочек убила. Пока Энигма держится, но тут, конечно, в этой игре видно, что все-таки уровень немножечко неравен. И Либератор еще прилетает. Это бомбилити просто какой-то идет со стороны касс. Давайте потери откроем. Потери просто катастрофа для пробки. ГГ, это что Энигма, понимая, что здесь уже можно посопротивляться, но не очень долго. Захожу в игру. Варди, судя по всему, не смог сегодня прийти. А, да, ВСГ стримит Варди. Сбор будет от меня, понимаете? Поэтому тут чисто за шоу истока. Другого варианта нет. Но когда будет, не скажу вам пока. Ну а так-то, да, можете поддерживать меня и мой канал, естественно. Вы сами знаете, как. Отключать от блоки, премиум подписываться. Через плеер. Реквизиты в описании напрямую, например, тоже. Ну у нас первая АПУ-5, соответственно, этого старлайна плей-оффа. На кип-бэте есть ставочки, кому интересно на все эти дела? Блая против Братка есть? Еще открытая. Здесь уже, естественно, закрыт матч этот КАЗ против Энигмы. Ну и если КАЗ против Энигмы до начала было, ну, очевиден фаворит абсолютно полностью, то вот, конечно, и в Браток Блай очевиден фаворит, это Блай. Но враточек-то он старый опытный чертяга, может и побрыкаться немножечко, я так думаю. Это будет интересно, поэтому зовите всех сюда, после этого БУ-5 будет, второе БУ-5. Насколько оно будет долгим, я не знаю пока. Храм Вальда, вторая карта. Гейль, Газ, Протс, разведочка после Гейта. У КАЗа, Газ, Чимбара, Газ. Гейль, Газ, Чимбара, Газ. Гейль, Газ. Гейль. Нет, Сусенигма ставит после гейта. Гейт, гас, никс, кибернетчик и бил. В этот раз Мазеркор пораньше заказывается, ну, газнючка на варк не хватает, адепта надо заказать, но в этот раз рипер уже особо ничего не сделает, потому что Мазеркор выгоднее, конечно, против вот этого вот рипера. Он сейчас будет уже готов, и главное, оверчаж не выставлять сейчас, потому что рипер бы ушел из-под оверчажа, достаточно реакции было бы. полетает ка с риперочком, кидает гранаточку, побомбил немножко Энигму, не хочет под оверчажка залезать. Короче, Энигма-липер и не поймать не может ни касса, ни- 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 как. Ну, говоришь, не касса, Энигма, понятное дело. Рипер все еще летает, харассик, посмотрите, касс, касс решил, что что-то там вообще, ну, что там происходит-то упротся. Рипер все еще жив, он как бы с одной стороны ничего не убил, но самое главное, что он жив, и у Энигмы все, что есть, это адепты Мазеркор и пилон, а касс уже, посмотрите, пришел всеми юнитами сюда, рипер бомбит мейн, Энигма не может разорваться, то ли рипер убирать, то ли что, здесь медленный варп у нас в итоге дома. Ой, медленный варп, да, сталкер еле-еле тут наварпался, разродился, долго-долго, в общем-то, он варпался, нужно все вниз вести, нужно варпить новых юнитов, приходит касс, сюда начинает стебать Энигму, выбивает пилон, заходит на ХГ, просто на рампу сейчас, выбивает адепт, выбивает, так, сталкера выбивает, конечно, выбивает, Мазеркор надо выбить, Мазеркор выбивает, короче, у Энигмы в итоге ни хрена нету, просто сейчас он пробки уже вперед ведет, смотрите, пробки под ударом, похоже на 3-0 вообще, ребята, хотя, в принципе, лимит у Протса еще есть, нормальный более-менее, и это гэр, пишет Энигма, это 3-0, касс показывает то, что он на голову сильнее оппонента своего, и он будет бороться за победу на этом турнире, я думаю, не более, не менее, мы ждем Братка против Блая, соответственно, я даже стрим переменую в связи с этим не менее, мы ждем Братка против Блая наута, äна, Пылажем и Братка против Б số dabжёт. Возвлеклажно, Мазеркор Продолжение следует... 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 Ну что, ребят, гробовая тишина... Так, кто-то там заходит, я не знаю, мы его ждали или нет, кого мы ждали... Да, нет, мы не его ждали, мы чего-то ждали... Так, Windows пишет... О боже, что такое, почему, так а что я могу... Я-то тут при чем вообще... Если архи чем-то недоволен, то как бы ему надо там писать в конфу... Кто где рестримит, то же если это на гейме происходит, то можно воздействовать, как бы донайт... А если в другом месте, то нет, нельзя тогда... Ну что, опять, ребят, поехали и вот уже пошли стратегии... Немножко подстроечные, да, и Паша делает... Вы видите, что Паша делает... Ну, Блайк как чует, как будто бы что-то и... Перестраховываются... Перестраховываются... Достроился пул, хата заказ, Блайк хотел пораньше королеву сделать, я так понимаю... А это... Это ютермаловский билд, ребята... В чем его ютермальскость в этом билде? В том, что это три барака без орбиталки... Прокси-барака с риперами, максимально быстрые, с максимально близкой точки... И... Если, как бы... Если, как бы, браток будет нормально контролить... Тут королева-то одна будет всего... Можно все сделать окей... КСМ-ка едет с необычного направления... Блайк прекрасно видит, с какого... И можно подозревать, что что-то там происходит... Неладное? Блайк бежит вперед... Здесь стенка не закрыта, понимаете? Тут даже два линга для братка напряженными будут... И Блайк ставит сейчас... Роуч Ворон... Я не понимаю, что здесь какая-то агрессия идет со стороны братка... Риперки строят... Ну, два линга, в принципе, КСМ-ми можно отбить тоже без особых проблем... Хата под второй базой... Браток начинает королеву напрягать на мэнью Блая... Ну, нужно ждать, видимо, третью... Третью... Этого... Вот Блайк, в этом весь Блайк... Он не отдает лингов, правильно? Нужно кататься, тянуть время максимально... Ну, одну КСМ-ку убил... Ладно, нормально браток отбивается... Риперы продолжают харасить... Ну, пять роучей заказано... Что с роучами будем делать? Паштет... Так, королева Паш неплохо очень напрягает... Ну, где гранаты в рабов-то? Не вижу гранат в рабов... Не вижу гранат никуда вообще... Сейчас не вижу... Роуч выходит... Минус рипер сразу один... Второй еле живой улетает... Ну, тут Блайк нормально все делает... Надо Паши в бункер сесть... Правда, из бункера нельзя выкидывать гранаточки... Вот рипер прилетает... Еще плюс один... Паша теряет еще этого... Плюс одного рипера... К сожалению для него... И все, захлебнулся пуш просто сейчас... Ну все, так уже роучи не шатают... Ошибка Паши, считаю сейчас Братка... В чем? В том, что он королев ни одной не убил вообще... Он обязан был первую королеву до появления юнитов каких-либо... Развести и уничтожить... Вот, потери риперов идут... Минус... Еще один роуч здесь... Ну тут орбиталка есть... Просто вопрос в чем? Не получилось экономического преимущества... То есть не то, что экономического преимущества... Не получилось даже вровень вывести у Братка сейчас... Он провалил этот пуш... Убил экономики... Эээ... Блай... В итоге у него и... Блай, я имею ввиду... И юнитов больше, и рабочих больше, и всего больше... То есть он сейчас просто в ответку убил, судя по всему... Ну тут реладеров неплохо, браточек напрягает... Гранаты непонятно... Под своих же риперов кидали... И королева, блин, умудряется каким-то чудом уходить вообще... И королевы, и реведжеры чудом уходят просто... Риперы продолжают строиться... То есть куш здесь просто не прекращается... Королеву надо... Ну что ты будешь делать, добей ты ее... Я уже сам начну сейчас пригорать, переживать... Еще жестче, чем сейчас переживаю... Королева там на вообще смешных каких-то хп... В общем-то выживает... Нелепо как-то прямо... Реведжер... В итоге роучи выходит... Задача риперов всегда-всегда... По одному-два юнита подрезать за врыв... Отлетать, регениться и подрезать... Чтоб их стэк копился, а у оппонента не копился... Тогда можно продавить... Ну, увидите ситуацию по лимиту парабам... Очевидно, все просто ужасно... Паша, вот... Вот так вот изначально надо контролить агрессивно... Как это делает ютермалов? Если делаешь ютермаловский билд, надо делать как ютермал... Но измените, у него контроль, который у корейцев... У Бьяна только я и делал рипер-контроль такую ютермалов... Поэтому тут нельзя просто взять билд и думать, что он будет работать... Всегда билд под контроль подстроен... Каждый под себя билды делает, хороший игрок... Как он видит, как может он сделать, не может расконтролить... Так... Скука, браток, уже 15 риперов за игру потерял... Это дичь вообще просто... И Блай, посмотрите что... О, Блай решил не церемониться здесь очень долго... Ну и да, Нидус сейчас зайдёт и всё... Сканет Паша, видит Нидус... Ну и чё тут останется два юнита у Блая... Остальные сядут в Нидус и всё... Нидус пойдёт на мейнести... У риперов много, реально... Ну а чё толку-то? Смотрите, сколько Роуч... Я не знаю, что Блай тянет... Где вообще Нидус, почему не пилится? Вот, наконец-то он пошёл... Браток его пока не видит... Везде там Роучий миллион... С ним и Гранат Блай ходит... ГГ, Паш, понятное дело, что это ГГ Нидус не успел даже заорать... Ну посмотрим... Я думаю, Паш, надо во что-то такое макроориентированно более сыграть... На этом входит на земле... Горрецкая. Брецкая. Чёртка. Я не могу не планируть. Брецкая. Я не могу не планируть. Неато. Брецкая. Я не могу не планирую. Я не могу не гранируть эту линию... У меня пр exotic. Я не могу... Пошла. Я не буду планируем. Я не могу двенять. Продолжение следует... Какая-то хрень вообще левая происходит. Не смог сразу приконнекиться, почему-то какую-то ошибку вывел и увидели. В чем странно, я таких и не видел-то особенькое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Погодите, это опять какие-то бараки. Не один барак, это несколько каких-то... А была опять пол-первая игра, что самое интересное. Продолжение следует... Опять три барака, обратите внимание, ребят. Ну, посмотрим, насколько сейчас будет удачным. Этот предыдущий был, мягко говоря, неудачным. Сейчас, возможно, Паша сделал выводы, что я считаю, ему нужно делать. С его контролем не надо, как и у термал пытаться убить вообще намертво, да, как бы оппонента. Моё мнение нужно... Он прекрасно видит овером своим... Камни собирается было прогрызть. Ё-моё, он по тысячу лет будет эти камни грызть. Пока он их прогрызет, тут уже будет цивилизация вообще, не знаю. Тут уже танки будут стоять. И, ну, понятно, я утрирую, конечно, танки, может, и не будет, но там будет миллион юнитов. Это будет достаточно для обороны абсолютно. Так, здесь два рипера атакуют. Хату вторую. Так, ну, гранат под спорку и всё. В чём проблема-то? Меняет спорку, браток, лая. И улетает. Нужно, не надо риперов дэмэджить. Надо запрыгивать и врываться там, где королевы не готовы принять бой. Грызёт лайп, лавину сгрыз. Ну, кстати, я был неправ, на самом деле. Линги прогрызут, когда у вратка уже будет чем отбиться. Но если он не будет там готов нормально драться, то может... Вот сейчас, вот сейчас. Вот сейчас надо биться с королевами, пока они одни. Враток тянет что-то резину, и в итоге уже и роучи появляются. Сейчас роучи. Залп минус рипер. Залп минус второй. Два рипера, всё. Уже пуш уже ослаблен. То есть он уже и не работает особо. ЦСшечку надо ставить. Так, стимпак у вратка пошёл. Камни Блай Прогресса. Что толку, что у нас проста? Здесь роучи идут. В риперах много, что я могу сказать. Гранат кидаются под роучей. Враток в арочку тут одного, точнее, подрезают. Но остальных-то не подрезают. То есть нужно идеально катить с идеально кидающимися гранатами. Да, роучи будут раскидываться по сторонам. И можно будет фокусить одного, второго и так далее. Здесь прибегают просто лингов 16 плюс к 6 имеющимся, 22. Но они без мува. Но эти 22 линга даже без мува на самом деле будет напряжено отбить Паша. Если бы они были с мувом, это ГГ практически было. Без мува оставлять какие-то шансы. Ну, судя по всему, Блай будет мув как раз-таки этот ждать. Здесь риперы летают по всем направлениям. Отдаются тут только его. Все, линги готовы к забеганию, судя по всему. Ну, мув ждать вообще бессмысленно. Здесь еще до мува, е-мое, времени нереальное количество. Так, забегают линги. Браток видит их вообще, нет? Все, браток видит лингов. Блай пытается накинуться на Мариков. Ну, кайтить надо лингов. Братка контроля здесь не присутствует. Ну, Мариков достаточно, они сами все застрелили. Враток только сейчас это заметил. Блай отдался. Ну, Блай тут делает выход. Пять раучи и один реводжер. Смешно вообще. Ну, нужно встретить просто нормально. Яйца не взорвать гранатами. Чтобы взорвать яйцо гранатами, нужно 20 гранат кинуть. Взорвать гранатами рифферов нужно личинок. Для этого кидаешь 3 гранатки, и она бах, и умирает. Потому что у него 25 хп всего лишь. Ну, а здесь полетел дробчик на стиме. Посмотрим, что он сделает. У Блай 4 раучи, один реводжер. Но он добавляет еще раучи. Понимаешь, может быть, агрессия какая-то. Братка 3 сэшки нет. Зато инженерки добавляются. Ну, пока по лимиту и по всем параметрам баток очень неплохо идет. Так, 3 реперка залетают. Видит, браток, прекрасно происходящее. Здесь на мейн надо прорываться. Ни на какую, ни на третью базу. Причем на мейне есть мертвая зона, где Блай не видит-то ничего. Так, ну вот сейчас хату начинает атаковать, браток. Спалился на этой хате. Контроль оставляет желать лучшего, к сожалению. То есть ни королеву, ничего. Ну, пару дронов, браток, забревает. Хорошо, Линдов забревает, перелетает на третью, надо улететь. Сейчас Блай там своего раучи на халяву сбрил. По лимиту, браток, уже в плюсе. 1-1 делается, и как бы браток... Что, Бьяна врубил, что ли? Я чуть не понял. Или Буянит, браток, просто. Буяна он врубил, просто сейчас смотрю. Ну что же, молодец, Паша. Третья ЦЦ-шка ставится, все четко. Туда на КСМ про что-то тупик зря. Маликов настроил много. Ну, Блай, третья вообще не раскачана. То есть сейчас можно просто полетать, пошатать немножечко. И, собственно говоря... Так, еще два медивака полетели. Щиты уже готовы, это замечательно. Просто по Крипу прийти сюда, ко второй базе. Может быть, двумя разными направлениями дропнуться, подрезать. Может быть, в лоб. Нет, в лоб не надо. Это шестнадцатровующее, это много достаточно. Шестнадцатровующее их тяжело будет убить. Браток собирается разводить. Да, здесь максимально далеко. Блай отманил. Передропывается на второй. Одновременно на третью вот сюда можно, кстати, дропнуться, что браток и делает. Прямо вот туда. Вот узнаю старого доброго братка, дропера братка. Так, на мейн врывается дроп. Ну, блин, королева чуть не сбила медивак. Браточек, что же ты творишь? Успевает дропнуться. Все окей. Со второй забирает. С третьей забирает. Прилетает тоже на мейн. Вот. Видно, что не хватает немножечко и в дропах, Паша. Чего именно не хватает? Спросите вы. Не хватает понимания, как дропнуть, чтобы максимально развести. Вот сюда он прилетел, и с третьей тоже сюда летит. В итоге все направления прикрыты. То есть нужно стараться растянуть армию максимально. То есть дропнул сюда и как-нибудь, я не знаю, сюда куда-нибудь. Это легко сказать, но у жестких тиранов получается, очевидно. Да, то есть тут нужно просто видеть направление, куда Блая бежит, лететь противоположно. В какой-то момент нужно соединить дроп, увидишь, что как бы группа юнитов, обороняющихся, мала. И выбить их, к примеру. Но это тоже нужно понимать, чувствовать там и т.д. Так, мукровый чем готов у Блая? Ну, по лимиту Блая отстает. Еще бы, браток, делал бы 2-2, был бы... К нему и армор есть. А вот и 2-2 поехали как раз. А так заказано. Где армор, ресурсов, миллион, Паша? Давай, тащи, Паша. Мы хотим интриги. Мы не хотим тут какой-нибудь одной калитки, блин. Ну, вот в этой игре уже одной калитки и совсем не получилось, в общем-то, у Блая. Тут Паша грамотно перешел после риперов. Так, Паша пытается обойти сюда на третью за камни. Хайв готов, милишные грейды делают, то есть выход в ультралов, очевидно, идет. Ну, камни не пробит, зачем сюда вот идти? Вот почему сюда, я вот не пойму. Почему в другое направление не прийти, ни в какое? На камни пробивать-то, а здесь двойной дробчик еще летит в другом направлении. По 9 марика встроит, Паша шатает камни. По лимиту в плюсе до сих пор газ пробивает Блая. У Блая есть инфесторы, что крайне неприятно. Здесь несколько роущих будут отбивать дробчик этот. Паша, что ты творишь? Какие дропы? Какой медивак на мейн? Ё-моё, подставляет медивак. 10 лимита просто в никуда. Камни пробил. Вот вместо того, чтобы прийти вот сюда, дропнуть танки и через этот проход Блая унижать просто давно, когда у него вообще всего этого не было. Блай внимателен, Паша, не внимателен. Медиваки отдает. Вот здесь выход в итоге пришел-ушел. Нету какой-то сверхчуйки там такой. Я не знаю, даже никакой-то не сверхчуйки. Я даже не знаю, что нету. Так, фаер-болил Блари. Братка танка. Сейчас медиваков. 128, 157. Убивает. Все, практически. Здесь медивак можно отвезти. Браток ее не видит, правда. Еще один дропчик. Одинорный поли... Вот это называется забегался, задропался. Блай чисто на опыте. То есть Блай играет с самыми сильными игроками и за ошибки наказывает. Паша же, ну, видимо, не то, что он не играет постоянно с такими, как Блай зергами, там, и сильнее, да. То есть он затянул тут, что-то ходил туда-сюда, и в итоге просто растерял свое преимущество. У него реально было преимущество. А теперь уже ультралы поперли. Танки, Паша, ну, я не знаю, ждет ли Паша ультрава. Вот он сейчас ждет, не ждет, а они уже уходят, эти ультравы. Теперь нужно уже быть к ним готовы. Для этого нужно что? Нужны либераторы. Ну, какие могут... О каких либераторах может быть речь? Вот он один где-то есть, там вот он висит. Когда медивака два, нужно медивак немножечко добавить. Блай, кажется, выход собрался делать. Паша тоже делает выход. Там Роу еще контролят. Блай прекрасно видит этот выход. По итогу. Опять микозы. Фаербуллы. И танки унижают, и Био. И браток пишет ГГ. Ну, тут чисто на опыте Блай втащил. Ничего не поделаешь. Мне казалось, что сейчас можно, можно брать эту игру. Но, к сожалению, Блай не согласен. Не согласен, к сожалению, Блай. А, вот уже, пожалуйста. Не хожу, выбрал. Зики поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Паша, тащи Христа ради, тащи Паша, коллектив одной калитки не хочет. Спасибо, Зики. Ну ладно, будет две калитки, может быть. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Что-то, ну, туговато в последнее время с этим делом. Но в любом случае, всех благодарю. Ждем продолжения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят... Вторая, третья, простите, игра, браток Влад, да сам карта, необычная очень карта, но Паша всегда такие карты любил. Вот, но... Здорово, ЕЦ, конечно, запись будет, безусловно. Вот, но, но... Конечно, 100 рублей было. А, да, это я что-то в тексте попутал желаемое за действительное. Смерть на пороге. Смерть на пороге. Смерть на пороге. Ну что, ребятончики. Рипер летает, харасит. Рипер летает. Паш факта. Билд в мариков, да, как бы он контрит шпиль со стимпаком, с одной стороны. С другой надо четко все сделать. Безусловно зависит от вас стоять много в данной ситуации. Тоже. Так, овера, браточек, подрезает это хорошо. При таких билдах, на таких картах, при игру в технологии, ну, там, не в жесткую раскачанную какую-то экономику, а здесь именно такая игра идет. Да, шпиль, посмотрите. Вот. Матблая. То есть, при игру в такие темы, важно какого-нибудь верка подрезать. Еще что-нибудь, какое-то небольшое преимущество получить. Ну, сейчас медиваки будут заказаны. То есть, естественно, выход будет раньше готовности мутки. Ну, можно было бы по оверсире-то и сбить бы, на самом деле. Это об сервер. Но не получилось, к сожалению, сбить. Марика в 16 готова уже идти вперед. Я думаю, что может быть вообще нам уйти. Что лететь-то, какого-нибудь здесь, смысл вообще. Можно спуститься и идти спокойно просто сейчас. Браток так и делает. Тут можно одного взять. Тут еще нескольких марика взять сюда. Браток. Браток. Е-мое. Возьми ты. 319. Было бы вообще силище сейчас. Выход бы такой. Блайк. Камни грозет. Идет занимать золото. А толку-то от этого золота. Браток. Сразу бы его отменил. 7 муталисков заказано. Минус криптумор. Сканит Паша. Заходит на хг. Криптумора выбивает. Но это не самое лучшее, что он может сейчас выбить. Боится королев. Почему боится-то Паша? Не понимаю. Это боязливо действует. Так. Муталисков принял 2-3 муталисков. Уничтожил. Но линги накидываются. Окружает все. И просто контроль отсутствует. Кончаются марики и медиваки тоже будут уничтожены. А прикиньте, если бы 19 мариков, вот эти сюда шли. Браток бы взял еще 3 отсюда. Зачем они здесь нужны были? Боялся каких-то врывов? Ну а какие врывы на такой стадии могут быть? Оставь здесь просто прирост. Сюда привези медиваками плюс 3. 19. Подойди. Т нажми. Зайди. Убей. Все. Но это легко судить, когда ты видишь. Очевидно. А когда еще проигрываешь 0-2, делать какие-то такие сверхагрессивные врывы, это очень опасная затея. Блая ставит золото. Делает роуч ворон. И все. У братка есть тайминг. Пусть сейчас еще выход сделать. Просто и расшатать. Расшатать. Блая. То есть у меня никаких роучей нет. Ничего вообще у него нет такого. Туречка очень четко стоит. Хорошо все прикрывает. Здесь продакшн прикрывает. Плюс марики. Так. Блая еще 5 муталисков делает. У него есть 6. Плюс 5 еще. Бейлинг Неста даже нету сейчас. Так. А зачем танки складывать? 3 медивакта будет. Можно все 3 танка забрать. Сейчас легко. сбегание нескольких лингов идет. Паша идет вниз сейчас. Ну да. Здесь надо отчиниться просто. И идти вперед. Так. Одного марика ссылается. Здесь все вычинено будет. Одного марика достаточно вполне для обороны. Идет Паша вперед. Криптумор и выбивает. Куда они? С хайграунда пришли сюда. Вот же Криптумор еще один не видит. Браток Криптумор. Он хитро так стоит рядом с краемшком карты. Как здесь мутка шатает. Выбивает туречка. Выбивает все. Так. Браток прилетает. Начинает убивать золото. Убивать все. Начинает он. Сейчас мариков нужно взять. Привести сюда в оборону. Но. Будет браток на хг заходить? Да. Думаю будет. Роуч минус. Третья хата минус. Роуч один минус. Здесь реводжеры добавляются линги. Шатает. Мутка. Здесь очень жестко. Нужно стимпачить мариков. Отбивать муталисков. Стараться ту реточку. Вычинивает браток. Хорош. Здесь заходит. И углает. Проблемы. Посмотрите. Даже если сейчас он отобьется. На самом деле дэмэдж браток ему очень хороший уже нанес. И здесь нанесет. Еще армия здесь на самом деле. Углая. Они бесконечные. Роучи. Танки. Роучи. Истебают. Вообще жестко сейчас. Фаербулы по танкам пошли. У танки надо бы Паша контролить конечно. Но лимит больше остается. 40-32 по лимиту сейчас. Кажется это не последняя игра которую мы увидим. Это замечательно конечно. Сканит браток. На один чертов хитрожопый криптумор пришлось тратить целый скан просто. 33. Рабочек меньше у Блая всего меньше. Сейчас Паша дропается чтобы третью базу принять. Ее можно кстати сейчас уничтожить тупо. Ну вот это такие юниты. Такое нужно законтроливать. Сейчас просто 4 фаербола и все. Фух. Хорошо Паша сконтролил. Молодец. Заметил. Танчик здесь дома остается. Дропчик пролетает мимо. Может лучше хату было подменить. Я не знаю. Ну Паша решил что лучше так проатаковать. Просто здесь за мегалингов. Рабочие до сих пор стоят. Что самое интересное. А здесь Блай законтролил. Увидел. И в общем то он здесь ждет уже. Урывы братка. Поэтому ничего здесь не получается. Можно хату попытаться отменить. Да нет. Здесь уже и хату не отменить будет. Чуть не потерял. Браток сейчас медивак. Вычинить бы не мешало ему вообще с твоей медиваки. Золото занимает. Блай тут идет сзади. Будет минеральную линию пытаться напрягать. Я так понимаю. Браток зачем-то грузит часть маликов. Часть вообще 8 маликов грузит медивак сейчас. Непонятно зачем. Фаер булы пошли. Хату пытается. Братку выбить Блай. Надо достроить. Куда ты отменил то? Ё-моё. Зачем? Вот это да. Вот это браток дает. Приходит на мейн. Разгружает все. Начинает убивать Блаю мейн. Шесть дронов уже уничтожено. Лимита братка больше. Блай возвращается. Но очень долго он это делает. Я вам скажу. Хата уже точно погибнет. Даже транслюзить не вижу. В смысле здесь ничего. Мари Кишата. Часть роучей линга здесь будет выбита. Тупо сейчас в личинках. Прямо уничтожено. Ну и все. Надо отступить назад немножечко. Что и делает браток. Трампель. Блай идет отбиваться. Под танки нужно отойти. Немножечко назад. Что браточка делает. Тим пачется. Принимает бой. Блай идет вперед. Танки браток только один из трех контролят. Хоть один из трех. И то хорошо. Но вы видите, что это гг. Блай. И будет. Так. Убивается Хатен. Ты заплачешь 200 баксов? Ты заплачешь? Куда ты заплачешь 200 баксов? Зачем? Блай. Все. Браток. Выигрывает эту игру. Но не все гу-5. Естественно. Пока что. Ну всякое может быть. Чудеса случаются. Иногда. Так. С мэйна на золото паш перелетел. Вот почему-то ццщику отменил. Решил, что пофиг ццкой с мэйна перелечу. Блай, как обычно, до конца гейминг играет. Не сдается. Это серьезно. Толкается. Здесь с Урсадоном. Урсадон живет. Не толкайте, говорит. Надо бы пожруть всех. Природ подходит от братка. Стим пачется еще раз. Танчик есть один. Идет. Добивать. Уже реводжера Фроущей была. 2-2. Грайды готовы. Разрывается. Угг пишет. Лайк. Нам нужна четвертая игра, братва. Хорошич. Хорошич. Браточек. Жду хост, ребят. Вместе с вами. Вместе с вами. Добавок. Moment-см. Конец. Пакет. Покет. Т Spirituality. Натб – 40,000 – 50,000. Один, driversés. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Игорь Дуб 3 евро посылает на Paypal. Спасибо тебе, Игорь, большое. Сейчас посмотрю, сколько это в рублевом исчислении. Спасибо всем за поддержку. Так, а это... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привет всем, ребят, что другое на заднем плане... На заднем плане у меня... Мой диван, благодаря вам, на который удалось собрать, в общем-то... И который я в ближайшие дни, как только будет время, я буду собирать, и я думаю, что даже стрим запилю. Правда, я не знаю... Скорее, с утра это будет, не знаю, завтра или не завтра, может и завтра... Вот... Так... Почему на моем стриме реклама прокладок... Что значит, почему? Что значит, чтобы ты не протек от божественных игр, которые мы видим, Starline лиги СНГ и божественных комментариев в сочетании просто... Ну вот... Отключайте от блоги, ребят... Подписывайтесь на премиум и поддерживайте мой канал через плеер, либо напрямую по реквизитам... Четвертая игра была и Враток... Враток... Точно не проиграет 0-3... Вот... Он взял уже карту... Но вот таких ошибок не надо, Паша, делать, я тебя умоляю просто... Зачем? И играет он в ранний Steam опять... Ну, это правильное решение, я думаю, но... Как-то так... Пытается лингами разводить... Плюс 12 лингов заказов... Зачем сейчас Блавя плюс 12 лингов? Если Браток стенку закроет, то все, печаль... А Мариков 100% хватит и на этих 5, плюс 12, на 17 лингов 100%... Хотя, хотя... Мариков пока 7... Но сейчас их будет 10, а 10 уже 100 баллов хватит... Так, браток, аккуратничай, сейчас подходит... Все, стеночка закрыта... Линги бегают на муви здесь рядом... Так... Правда, как вебку прикрепить, чтоб видно было, как собирать... Я не знаю, ее бы куда-нибудь в угол туда надо... В правой бы довешивать, но тут провода тупо не хватит... Видимо, надо пластилин сюда как-то на обои забомбить... И... Ну, ее так, под углом сверху поставить... Другого варианта нет... То есть, она все показывать не будет, на самом деле... Вот... Ух-хм... 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 Дропается Паша... По лимиту, кстати, в плюсе Паша сейчас... Что самое интересное... Лингов много, но роучи нет... Куда? Какую спорку, блин? Заходи в минеральную линию Паштет! Лингов курит сейчас всех! Линги накидываются! А что они сделают мариком таким перестимпачным? Все, марики больше не перестимпачные... Браток еще вынужден растимпачиться... В итоге... Так... В итоге что? В итоге королеву пытаются отфокусить... Королеву не так просто отфокусить... В итоге... Марики дерутся сами с кем хотят... Контроль отсутствует... Здесь просто дроп на третью базу... Паша законтролился... Сейчас очень жестко... Но третью, если отменит, будет молодцом... Медивак... Это потеря точно... Да и третью, похоже, не отменит Паша... Хотя нет, смотрите, и роу еще убил... Что Паша делает? Что Паша... Ну почему, блин, нахрен этого роуча фокусить? Отменит и третью... 200 хп остается... Сейчас же Блай ее не даст отменить еще раз... Возможно, вполне... Так, здесь еще группа идет не слабая... Причем еще один медивак... Нужно сбить овера сейчас... Вот он висит... Чего не сбить-то его? Сбивает паштетик овера... Все здесь правильно делает... И нужно выходить на хг... Пытаться Блая убить... Так, 21 марик, один медивак... Маловато... Тут один бы танчик хотя бы, братку... Можно передропнуться сейчас на мейн... Группа заходит сюда, на центр... Очень такая не слабая группа... Хотя пока слабая группа... Но если все туда вести... И можно будет ворваться... Неплохо на самом деле... Королевы ставят медиваки... Пытаются принять... Но они проскакивают... Прямо на мейн сейчас... У братка... Мува роучем нету... Два-один грейды за каждую... У Блая только плюс один... Вообще делается... Неужели браток камбэщит? Это будут чудеса просто... На виражах... Королева Паша отменяет... С роучем и бьется... В это время... Маляки зашли на центр... И ничего не делают... Нужно уводить медиваки... Иначе собьет все... Блай... Так... Здесь сканит... Выбивает... Крип Паша... 92... 114 полиэмид... Вот, пожалуйста... Третья не добитая... Блин... Третья не добитая... И... Это печаль... Укусит хатку Паша... 90... 70... 30... Отлично... Хатку добивает... Это замечательно... В это время тут на центр... Что-то подконтроливает... Понемножечку... Ну все... Преимущество есть... Я считаю... Экономическое есть... По грейдам... Тоже очень-очень скоро будет... На минку... Блай лезет... Сейчас... Терпит тут на минке... Надо танки увозить... Самое главное... Танки спасти... Паш надо... Танки шкварят... Просто жестко... Роучи сейчас... И по лимиту... Уже близко стало... По потерям... Блая... Больше потери... Хату третью... Он восстанавливает... По грейдам... Вообще для Блая... Ну... Хотя нет... Один-один... Я не заметил... Что армор у него уже есть... Если было бы только атака... Была бы катастрофа... Потому что 2-1 у Паши сейчас... Почему 2-1? Почему... А... Ёма... С армором завтыкал... Можно было бы 2-2... Сейчас на 1 иметь... Иметь... Грейды... Ну... К сожалению... К сожалению... Там правтык был... Короче... Ребят... Четвертая игра... Браток Блайв... Второй четвертьфинал... На Старлайн Лиге... Второй целом... И на сегодня тоже... Второй матч... Кас сыграл с Энигмой... Кас 3-0... Выиграл Энигму... Очень-очень жестко... Здесь что-то депошки... Пашки... Не отменяя... Депошки-то где отмена вообще? Нет отмены... Танками пытаются принимать... Роучи... Кстати... Залк успеет сделать... Да... Смотрите... Два роучи... Молодец... Хоть доконтроливают... В таких моментах... Инфесторов Блайв пытается отстроить... Это его шанс... Наверное... Единственный сейчас на инфесторах... Как-то отсидеться в ультралов... Видите... С одного медивака... Нужно сейчас просто один... Единственный выход сделать... И убить... Просто... Мое мнение... Как бы... Но это только мое мнение... Паша сейчас уже тренется... У него может быть другое... Как бы... Главное... Не бояться Блайв... Основной момент... Так... Выбиваются криптуморы... Крипа снизу не будет... Сверху криптуморы есть один... Враток все это убил... Надо загружаться... Улетать... Загружается... Улетает... Отличный... Инфестор распалил... Вот в виде инфесторов... Нужно понимать... Что уже тяжелее будет... Гораздо давить... Так... 3-2 делают... У братка... Еще что самое главное... У братка делается... Это... Вторая атака на танки... То есть... Очевидно... Что его армия будет... Достаточно эффективна... Против Блая... Вот этой вот армии... Но... Как только доделается... Хайф ультра кэверн... Там будет... Будет... Очень тяжко выбивать... Ну вот... Если такой билд делать... Как идеально реализовывать этот билд? На 2 факты... Побольше танков... Просто приходим... Танками... Десятью где-то... И убиваем... Просто в хлам... Так... Ритумы... Паш... Отменяем... 50, 70, 59... Даже не надо сейчас... Через центр... Через эти узкие проходы... Ломиться... Можем просто вот так... Через верх делать... Один танк... Вот здесь оставить... Там и все... Загружается... Паш... Собирается... Вылетать... А Блай куда собрался... Блай тоже куда-то собрался... Понятия не имею... Куда он собрался... Если честно... Он просто бегает... Контролит... Нет ли выхода... Судя по всему... Братка... Браток... Через центр... Блин... Через центр... Крайне опасная затея... Ломиться... Три... Если Микос сейчас... Блай попадет... То это будет вообще... Провал полный... Хоть один попадет... Нормальный... На центре здесь... Так... Дропывается... Браток... Разбирает... Криптумры... Заходит на ХГ... На Микос не попади... Паша... На Микос не попадает... На танки... Зато Микос попадает... Замечательно... И Паша принимает бой... Еще неплохо... Врубил мужика... Врубил... Стальные... Сами эти знаете что... Зашел... И накурил... Просто... Блай сейчас... Сверху... На ХГ... Никаких ультралов здесь нет... Кажется... Счет 2-2... Сейчас станет... Ребят... Браток... Просто... Тащумбу врубил... Просто царь... Хорошо здесь... Пробревает... Блай разваливает... 160 на 128... Мы ждем... Пятую игру... Это очевидное 2-2... Я реально удивлен... Я думал... Все... Уже 3-0... Свободен... Иду кататься на велике... Просто... Ну ни хрена... Паша говорит... Хрен ты, Сережа... На велике сейчас покатаешься... Придется до конца гейминг смотреть... И это круто... На самом деле... Пока прокатиться... Я успею еще... В любом случае... Ну что... Фаербольчики падают... Но они уже ни... Чего... Не решат... И на самом деле... Для Блая это... Может быть... Минус моралью... Почему? Потому что... Я уверен... Что Блай был уверен... В своем превосходстве... Просто... Ну там... Супер уверен он был... А в итоге-то... 2-2... А в итоге-то... Нужно собраться... Нужно... Тащить... Вот такие вот дела... Браток зашкваривает... Ребята... Просто зашкваривает... Также напоминаю вам... Ребята... Не буду там... Тысячу раз говорить... По поддержку моего канала... Все это очевидно... Да как бы... Кому нравятся стримы... Те все знают... Просто иногда... Нужно все-таки... Упомянуть об этом... Вот... И... Я хочу напомнить... Что... То что можете поддерживать... Данный турнир... Уже третий сезон... Анонсирован... Это второй сезон... Получается... Анонсирован третий... И поддерживайте его... Это третий сезон... Нужно призовой... Создать 50 тысяч рублей... Хотя бы как в этом... Не хотя бы... Но мы... Будем 50 делать... Просто и все... Сколько больше там... Чтобы они стабильные были... Так... Всем громадное спасибо за это... Ждем пятую решающую... Смотрите... 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 Заблая двор, да, даже не выйду во двор, а забратка. Блин, какой тормоз уже 3-1 поставил, что браток выиграл, Блай выиграл на ликвипедии. Вы что, прогоняете что ли, блин? Что за дезы вообще? Кто там, это ты, Юр, что ли, блин? Ты завязывай с такими делами, а то тебе браток тоже вставят. Ну, уже, может, и не перу куда-нибудь. Вот. Такие вот дела. Опять в тимпак играет браток. Ублая третий хат достраивается и в Алюшуну, Блая. Ну, тут другой стиль совершенно, Блая играть будет. Залетает овер, сейчас Блая все спалит. Нужно его сбить обязательно. Три линга накидываются на рабочих, браточек. Так что ж ты невнимателен-то так. Прошу в армор. Второй валюш, он это королева линги. Стиль в стиле, в стиле тру такой. В общем-то, сейчас идет нормально вот этим дропом. Можно нормально с ним играть. Пошла инженерка. Ну что ж, прогоняет браток тут реперочком все. Забирает все сейчас с медивак и полетел вперед. Спасибо, Винтери, что активировала. Почему-то не отписала, что активировала система. Хотя я вижу, да, кто-то активировал. Ну что, дропается браток, собирается врываться. Скан надо выбить весь крип отсюда. Рипера в контролез брать не надо. Стимпад будет тяжелее прожать. Блай пытается встретить братка. Без крипа зачем-то Блай дерется сейчас. Браток отконтролил, немножечко медиваки терять не надо. Можно и королев здесь пошатать. Смотрите, тут всего пять королев остается. Это смешно против этих вот мариков, отмороженных наркоманов. Браток шатает королев. Вот это да, посмотрите, что происходит. Браток преимущество заполучает. Здесь дроп на вторую базу. Браток разрывает Блай. Вообще просто по всем направлениям. Роучи не готовы. Здесь марики королев ушатывают. Просто лингов здесь ушатывают на второй. Здесь отдается дроп. Но здесь хорошая игра. В общем-то от братка идет очень даже. Марики шатают лингов. Шатают дронов. Девять дронов уничтожено. Роучи, конечно, выходят. Но нужно быть предельно внимательным. Здесь братку все равно. У Блая по лимиту преимущество. По многим программетрам у Блая здесь есть преимущество. Так, четыре марика на мэне. Марики пытаются рабочих подрезать. И подрезает браток еще одного дрона. Ни одного, двух подрезает точно. Третьего не получилось. 45-41 по рабам. Здесь у нас что? Здесь у нас браток что-то... Хотя они третью сошечку браток ставят. Очень. Мне показалось, что вот прямо сейчас браток мог бы выиграть бы эту игру. Но чуть бы пораньше бы щиты путь. Особенно если бы подъехали бы. Медивак отдается только уже лишний момент от братка. Абсолютно пошли. Ну дронов еще немножечко посатал. Чуть бы пораньше подъехали бы щиты. Браток бы мог бы наразваливать все жестко. Оверов надо подрезать. Да вот же там оверы, е-мое. Браток идет дрона, чтобы одного убить. Да что ж... Почему оверов-то не убить? По сотке минералов висит просто 300, как с куста этого и двух этих. Вместо этого пошел дронов убивать. Ну парабам, ровная ситуация сейчас. Армор делается после плюс один. Инженерка одна. Нужно бы вторую добавить, сейчас запилить. Танчики делаются. Ублая. Вообще по технологиям провал. У него 15 роучей. Все. Сейчас можно даже с одним-двумя танками, с мариками, просто выход сделать какой-нибудь жесткий, братку. Посмотрите, сколько мариков много. 28. 15 роучей. Танк есть. Все. Выходим, убиваем. Главное, не перелетать здесь, не передропать слишком. А то может, ну как бы, с перебором это все быть. Блая видит, где браток там дропается. Браток видит роучей. Ничего здесь делать. Ничего особо. Сычка вылетает на третью, а там-то крип. Там-то овер висит. Тимпатчица брателла. Выбивает овера. Четыре медивака дропа полетел. Блин, а здесь роучи тает. Ну, браточек, что ж ты творишь? Блай, все прекрасно видеть, что здесь происходит. Нужно разгрузиться, нужно убить. В общем-то, роучи этого ЦЦшечка сейчас сядет. Третья. Не надо ломиться. Армори и делается. Здесь прав 2-2. И Блай чисто рейнджовый, кстати, стиль играет. У братка вторая инженерочка сейчас тоже будет готова. Можно сделать выход через центр сейчас. Видит Блай где браток? Да, Блай видит. Но нужно сейчас самое главное братку танки и 2-2 вовремя делать. Заходит на ХГ здесь. Медивак залетает куда? На мэн он там залетает? Не знаю, куда залетает. Браток видит Блай. Я не знаю, что он боится. Здесь марика, кстати, много. Можно и подраться было бы немножечко. К телнагу надо законтролить. Роучи убить. Роучи. Браток убивает. Дроп на мэн идет. Четыре марика разгрузилось. Королева медивак пытается выбить. За это и королева затерпит зато. Одна точно затерпит. И вторая затерпит. Но потерян целый дроп. Это тоже плохо на самом деле. Блай тут по центру бегает. Братка пытается гонять. Браток какие-то минки делает. Киминки. Танков надо больше. Паша, делать. А танков много не делается. Видит Блай, куда браток идет. Сейчас будет встречать, естественно. ЦС-чика третья вовсю добывается. Плюс три барак пошло. Но если не танки, то а мародеров надо больше. Я не знаю. В конце-то концов делать. Как браток собирается драться с этим миксом? Чуть медивак не отдал. Соплай блок гигантский. Ну вот на макро тяжело. Паше видно сейчас. Соплай блоки какие-то полетели нелепые. Вот сейчас вот. Вот это что за выход смешной такой идет. Причем Блай все видит прекрасно здесь. Вот эти все выходы странные. Сгружается, браток улетает. Вот сюда, кстати. Здесь танками через этот проход узкий. И можно неплохо, на самом деле, похарасить Блая. Понапрягать, я бы сказал. Даже не харас, а просто позиционная агрессия такая. Здесь нужно выманивать Блая, чтобы он сюда лез, пытался на танки. Да, как бы и на этом выигрывал. Блай лезет, и браток очень хорошо здесь дерется, я вам скажу. Танки только нужно контролить обязательно. Еще ближе танки подводят Паша. Спорку нужно выбить. Криптуморы нужно обязательно выбить. Блай-2 ограды доделают. Паша, все работает пока на него. 2-2, там био строится, танки строятся. Все строится немножко. Еще один скан. Криптуморы отгоняют. Паша, видишь, что роучи на подземном муве у Блая уже. Паша, заметь роучи. Туретки везде добавь срочно. С ручником туретки добавь. Роучи полу вперед. Ну, браток-то законтраливает 10 этих роучей. Блай пытается идти. Все, попер всеми вперед. 2-2 они готовы. Паша зачем-то дерется просто на Аклике сейчас. Что происходит? Сливает все хлам. Нахвалил, нахвалил, брат Кая. И здесь просто провал происходит. Дробь зачем-то на третью. Вместо того, чтобы на мейн полететь. 2 инфестера здесь есть. Надо покуснуть их срочно. Покусить браток одного. Второй успевает выкинуть микоз. Нужно улетать. 109 на 145. Если бы так провально браток не дрался, в плане эффективности было бы, конечно, лучше ситуация у него. Но дрался он реально. Здесь провально. Вот, посмотрите. Я говорю, туретки. Пили, браток. Браток не пилит туретки. Ну, откуда он знает, что надо их именно сейчас было запилить, блин. Танки все слил. Все, короче, в хлам слили. Заказывать только армор. Атаку, по счету, третью не заказывать. Труучий поползло масс вообще сейчас вперед. Туретку, наконец, браток ставит. Четвертая цичка строится. Так, и она из-за 40-60к увеличивает призовой. Спасибо тебе. Здесь 127-165 по лимиту. Два медивака загружаются. Какой-то полетели. Здесь заползалка жесткая идет от Блая. Нужно встречать роучей этих обязательно. Группа роучей здесь сбоку находится. Ну что, Блай сейчас танк фокуснет и все, уползет. Танк зафокусил и идет на вторую. Так, нужно здесь встречать. Все, Блай сразу же отходит. Четыре роучей оставляет рядом. Браток понял, что здесь коварство какое-то. Просканил, убивает. Здесь роучей на третьей базе. Напрягает с 31-162. Шпиль идет у Братка. Сейчас сатуретку нужно вычинить. Есть импачи со Браток. Собирается роучей встретить. Блай все прекрасно видеть. Ну не надо миллиард сканов только тратить. Я умоляю. Это лишний вообще момент абсолютно. СССР, кстати, не отменил Блай Братку. Браток сейчас четвертый сможет занять. Сейчас Братку главное там брудовка. Их нет, не дождаться. Место три. Блин, вот лучше бы третья атака была. В тысячу раз лучше бы это было бы. Но Браток закалал третий армор. Ну лучше пусть будет третий армор, чем ничего. Очевидно, да? Как бы вот ситуация. Ну это что-то вот так рабочих Блай заставляет Братка покатать, что в итоге шелскану два роучи выбит Браток сейчас. Ну лимиту 140 на 200 сейчас. Вот где неприятность. Ну выбил трех роучей, Паш. Так, даже не трех, а четырех выбил. Неплохо. Здесь дробчик хороший на третьих приходит. 145, 170. Опять вроде как по лимиту, Паш, неплохо начал смотреться. Ну на Микозах только не отдайся, Паша. Только сейчас и отдается на Микозе, блин. Целый медивак отдал. 10 лимита в минус. Грейтер Спайр у Блая. Но, если занять четвертую ЦЦ-шку сейчас, если занять четвертую ЦЦ-шечку сейчас, заметить Грейтер Спайр, просто запилить второй Старпорт, то все будет нормально на самом деле. Просто строить викингов нормальное количество. Блай какой-то вперед собрался идти. Ну тут вперед некуда. Вот еще проблема, что ЦЦ-шечка-то ближняя с Блая. То есть тут брудами бомбить. Вот сейчас Крип сюда продвинуть, и брудами бомбить можно просто идеально будет. Так, видит браток Блай, что здесь рядом бегает. Несколько роучи тут заползают. Тут унитарочка строится. 8 карапторов уже пошло. Роучи выкапываются. Либератор пошел. А что либератор без рейнджа делать? Здесь спорки. Ё-моё, браток, куда ты летишь? Вообще даже не видит, Паша, ничего. Что спорки здесь есть. Просканил, выбил все-таки роучи сейчас. И не видит он Грейтер Спайра. То есть он строит сейчас либератор просто и все. Бруда мне готов. Бруда мне готов. И вот это-то может привести к полному провалу. 7 бруд лордов Блай сейчас делает. Нужно про... Ну а как тут? Уже по факту, Паша, судя по всему, брудов этих заметит. Да, если это так и будет по факту, то это ГГшечка, ребят, скорее всего. К сожалению, к сожалению, к большому. Но серия абсолютно равная была, я считаю. То есть, может быть, можно говорить что угодно. Там Блай расслабился, там троливали. Но браток все делал хорошо. И браток тащил. Здесь идет налом на плетке. 170-188 по лимиту. Бруды подлетают сюда. Где Мехоз, я не знаю. Надо уходить бы отсюда, Паша, сейчас. А то бруды здесь просто развалят. Кланка. Паша не уходит. Это ошибка, моё мнение. Надо... Ну куда на брудок? Мориками лезть. Отступи, Паша. Еще есть шансы викингов отстроить. Глай, правда, там 7 корабторов строят. На Мехоз браток попадает. Нужно сваливать. Мариков мало. Одни мародеры тут микси. На третьей базе Роучи заползли. Да, это один викинг, Паша, по одному строит. Продакшена недостаточно. Экономика тоже сейчас будет уничтожена. Короче, Блай двигается вперед. Это, судя по всему, поражение Паша. Но он очень достойно сыграл. Очень-очень скоро, как только кончится вот этот вот, соответственно, плей-офф, начнется и... Вот этот турнир, второй сезон, начнется третий. Ждем от Паши еще более игр хороших. Надеюсь, что он будет трениться больше. И вот сейчас он уже вполне вменяемые игры показывает. То есть с Блаем абсолютно на равных играл. А Блай это, наверное, даже и топ-1 СНГ сейчас. Потому что Стрэндж. Ну, непонятно, как там сейчас играет. ГГВП, пишет Паша ИГЛ. Желаю, Блай, дальше удачи. Молодец, браток. Считаю, что отыграл очень даже достойно. И... Короче, молодец. Что тут говорить? Ну что, ребят, не хватило немножечко преимущества было в третьей игре. Мое мнение 100%. В пятой, точнее, вот в этой решающей преимущества было, считаю я. Но... Ну, не хватило, Паш, немножечко. Перенервничал, может, еще что-то. Не знаю, в чем там проблема была. Как бы... Ребят, вас я благодарю. Всех за внимание. Вот. Спасибо большое всем за поддержку. Поддерживайте меня и мой канал, естественно. Поддерживайте турнир Starline. Лига. Завтра у нас будет, соответственно, что... Сейчас я вам скажу, что завтра будет. Завтра Лайфенк, Кабру, ПБ. Там три просто играют. Джим, Классик, Крейтор и Панк. Два китайца, два корейца, соответственно. Что еще? Так, Польша, ВСГ. Я не буду завтра стримить. Послезавтра СГЛ уже будет. Кстати говоря... Ну, вот так вот. Видимо, завтра Лайфенк и ФП поиграю. Завтра игр не будет других. Ну, в любом случае, Лайфенк будет очень интересно. Спасибо всем за внимание. Так, кстати, кто по сетке у нас победители друг на друга попадается ли? Сейчас я гляну, ребят. Нет, победители не друг на друга попадаются. Каст попадется на победителя Минато против Осмодея. Это Экзе Осмодея. Угодите. Экзе Осмодея. Это кто вообще? Каст Энигма, брату. Влазь, Стрэнч Хеллрейзер. А, это и есть Экзе, видимо. Да, Минато, Экзе Осмодея, это и есть Экзе. Короче, ребят. Все. Короче, увидимся. Всем спасибо за внимание. Стрим сегодня, в принципе, с двух часов идет. Восемь часов уйдет. Так что вот так вот. В четверг продолжение Старлайна. Завтра Корея. Все дела. Пока. Запись найдете на Ютубе сегодняшнего Лайфенка. На Гудгейм будет выложено в группу, выложу ВКонтакте. И сегодняшнего Старлайна также. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...